В ближайшие годы мусорным операторам придется полностью заменить мусоровозы из западных стран отечественными аналогами. Такой прогноз сделал глава российского экологического оператора Денис Буцаев. Это объяснимо. С начала марта Volvo, Scania, MAN, Mercedes, а также Iveco, которые занимались 17% парка мусоровозов, приостановили продажу машин клиентам из России из-за начала спецоперации на Украине, сообщает РБК. Но мнение, будто отечественные производители не смогут выдать технику достойного качества, мягко говоря, ошибочно. Во-первых, вместо импортных шасси можно использовать грузовики ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ, а также Комтранс китайского происхождения. С надстройками для перевозки твердых бытовых отходов проблем тоже нет. Их подавляющее большинство всегда делали внутри страны. Но вот металл чаще закупали шведский, а гидросистемы брали из ассортимента итальянских и немецких производителей. Впрочем, вместо знаменитого скандинавского Хардекса можно применять российскую сталь 09Г2С, а гидравлические компоненты, насосы и цилиндры готовы поставлять компании из Турции и Китая, что подтвердила прошедшая выставка CTT. Самих кузовостроителей тоже хватает. Притом белорусский Могилев Трансмаш будто заранее предвидя санкции делал и бункеры и гидравлику. Так что вопреки пессимистичным прогнозам без мусоровозов Россия точно не останется. Оказывается, при производстве автокранов российскими производителями применялось от 15 до 40 процентов импортных компонентов. Притом не просто импортных, а по большей части — европейских. Но опять же, на помощь компаниям, что делают краны, манипуляторы и тому подобные установки, успели прийти поставщики из Турции и Китая. А некоторые отечественные крановщики даже готовы полностью перейти на российскую компонентную базу. Скажем, в ближайших планах Галичского автокранового завода значится выпуск кранов и манипуляторов «Галичанин» грузоподъемностью 25 тонн, в котором будет минимально возможное количество импортных изделий и материалов. Импортозамещенную новинку нескромно прозвали «русским краном». И это, как уверяет производитель, не антикризисная, а плановая мера, которой завод готовился последние годы. Основой новинки станет обычный КАМАЗ серии К3.